Давайте начнем с того, что рассеянный склероз это одно из самых тяжелых заболеваний нервной системы, которое, к сожалению, поражает в первую очередь людей молодого возраста. И это основная проблема инвалидизации этих молодых людей. Самые большие нарушения наблюдаются именно со стороны системы передвижения. У больных нарушается ходьба, нарушается координация движений, и это приводит к их недееспособности. Поэтому все методы реабилитации, которые позволяют улучшить эту функцию, конечно, очень важны. К сожалению, в прошлом эффективность реабилитации при рассеянном склерозе была нулевая, потому что на место стабильного течения приходили обострения, которые вызывали резкое ухудшение состояния больных. И все, что добивались методами реабилитации, все исчезало. Сейчас появились препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, и за счет этого обострения стали реже или вовсе не встречаются у каких-то больных. И методы реабилитации достаточно эффективны. Мы попробовали один из современных методов. Это использование экзоскелета для восстановления ходьбы у больных рассеянным склерозом. При этом были получены очень хорошие результаты как у больных, у которых имелись очень грубые нарушения, вплоть до невозможности самостоятельного передвижения, так и у людей с относительно сохранной функцией, но имевших, конечно, выраженные нарушения по биомеханике, по скорости ходьбы. И в большинстве случаев были получены хорошие результаты. Мы добились того, что у пациентов в определенной степени восстанавливалась способность к самостоятельному передвижению. Как проявление этого было снижение оценки по шкале инвалидизации. Причем очень важно подчеркнуть, что это снижение фиксировалось не только после курса лечения, но и через три месяца после окончания терапии. То есть это показывает достаточно высокий и устойчивый реабилитационный эффект. Мы сейчас работаем немножечко уже в другом плане. В каком? Мы пытаемся провести сравнение с другими методами физической реабилитации. В частности, это широко известные велотренажеры для восстановления, реабилитационные, конечно, велотренажеры, а не спортивные. Для восстановления функции верхних и нижних конечностей мы пытаемся сравнить, насколько эффективно применение экзоскелета по сравнению с использованием таких вот тренажеров. Пока данных у нас еще недостаточно для того, чтобы говорить о результатах, но надеемся, что получим интересные данные. Курс, вы понимаете, к сожалению, мы скованы нашей системой здравоохранения. Никуда здесь не денешься, поэтому курс лечения у нас порядка двух недель. Если бы была такая возможность, мы бы ограничились этими двумя неделями, но затем продолжили уже в амбулаторных условиях пару раз в неделю в течение 6-8 недель. Вот это было бы, конечно, оптимально. В первую очередь, маломобильность пациентов. Конечно. Это время и усилия, которые больной должен затратить для того, чтобы добраться до нашего учреждения. Пока что эти методы все-таки они изучаются, разрабатываются, выясняется безопасность. То есть, вот так вот бросить в свободное плавание просто невозможно. Пока мы это изучаем. Конечно, если в результате мы получим дополнительно хорошие результаты и вот по контролируемому исследованию, то это позволит активно применять методы и дальше. Вы знаете, здесь вот прозвучало очень интересное сообщение о том, что экзоскелет с обратной биологической связью по ЭГЭ. Вот это действительно очень интересный вариант, потому что биологическая обратная связь существенно будет повышать эффективность тренировок с экзоскелетом. Потому что везде, где мы подключаем биологическую обратную связь, эффективность реабилитационных мероприятий резко возрастает. Добрый день. Я бы хотел сказать, конечно, не только об экзоскелете, но и о других методах, которые могут использоваться в нейрореабилитации. Надо сказать, что, к сожалению, чем мы лучше работаем, тем больше появляется людей с ограниченными способностями из-за того, что у них остается инвалидизация после перенесенного заболевания. И очень важно помочь им. И современные методы реабилитации это позволяют. Роботы — это одно из современных методов. К сожалению, надо отметить, что наряду с положительным эффектом они имеют и отрицательный. В первую очередь, это, конечно, отсутствие обратной биологической связи, которая бы позволяла контролировать. Очень приятно было услышать, что, в общем-то, такие работы идут, и это, конечно, приведет к повышению эффективности нейрореабилитации с использованием экзоскелета. Надо прямо сказать, что вот тут тоже мы пытались, когда достичь целого ряда целей с использованием экзоскелета у больных с рассеянным склерозом, то предусматривали определенный спектр, который будет получен. И, в частности, конечно, то, что мы говорили, это свободное передвижение, в отличие от локомата. Второе отличие — это очень важное отличие — пассивные движения в локомате и активные движения. И вот Кира Анатольевна блестяще тут показала, правда, на больных после инсульта, что мышцы у больных, которые занимаются в экзоскелете, работают. То есть это не пассивные движения конечностей, это активные движения. Больные очень активно работают. Это очень важное условие, потому что в таком случае мы, ну, в общем-то, повышаем метаболический индекс. А вот последние исследования показали то, что именно уровень физической активности в определенной степени прогнозируют дальнейшее развитие инвалидизации у больных рассеянным склерозом. Ну вот здесь мы видим с вами одного из пациентов. У большинства из них нижняя спастическая параплегия или парапорез глубокий, который приводит к нарушению передвижения активного. Здесь мы с вами видим, как этот же пациент занимается с использованием экзоскелета. Все пациенты получали порядка 10 занятий ежедневных с различной продолжительностью от 20 до 40 минут. И вот он же после курса занятий. Видно, что существенно изменилась его ходьба. Он стал свободнее передвигаться, и те нарушения, которые были, они исчезли. Надо сказать, что в результате вот проведенных исследований, которые наши коллеги осуществляли по биомеханике ходьбы, было показано, что достоверно, к сожалению, исходно имелись существенное отличие в биомеханике ходьбы у больных с рассеянным склерозом. Это было связано и со слабостью, и с повышением мышечного тонуса. И точно так же достоверно было отмечено повышение показателей и приближение их к нормальным данным. Другой метод, о котором хочется сказать, стабилометрия, причем с использованием биологической обратной связи, использование виртуальной реальности, все это позволяет существенно повысить эффективность восстановления той же самой локомоторной функции, только с использованием другого направления. И вот для больных с рассеянным склерозом это тоже очень важно, потому что в результате мы с вами можем не только добиться повышения мышечной силы, не только улучшения биомеханики ходьбы, но и восстановления, конечно же, устойчивости, способности контролировать свое положение в пространстве. Вот здесь мы видим пациентов, которые занимаются, причем очень важно, это не то, что просто пассивное сохранение какой-то позы, а именно активный перенос точки опоры для того, чтобы выполнять различные задания. Еще одно устройство, о котором тоже говорилось, это интерфейс мозг-компьютер в сочетании с экзоскелетом. Вот уже говорили, что Александр Анатольевич Алексеевич Фролов, сотрудники Института высшенервной деятельности, вместе с целым рядом ведущих учреждений, проводили это исследование, мы были одной из клинических баз, и надо сказать, что получены замечательные результаты, результаты это восстановление функции движения конечности, причем преимущественно именно того отдела верхней конечности, кисти, который хуже всего поддается восстановлению. Побочным эффектом является восстановление когнитивных функций. Мы получили очень хорошие результаты, которые пока еще не представляли. Вот, собственно, на этом я хотел сказать спасибо.